Ванина С тех пор, как отроком у молчаливых торжественно пустынных берегов очнулся я, Максимилиан Волошин. Как театр, жив действием в лицах, где в развязке вся прелесть момента, так и мне приключила сродиться на одной из границ континента, где циклоны, грозясь, настигали перелётные птичьи стаи, а паромы на третьем причале, уходя, гудок подавали. В строгом мире гармонии струн, словно в фокусе объектива, солнце с дюжиной малых лун поднималось со дна залива и в оранжевой полосе опиралась лучами на сопки, по которым во всей красе разбегались к подножию тропки. Сколько песен Гомер воспел, прежде чем поведал о Трое! В телеверсии будущих дел я желал оставаться героем. В декорациях древних скал, нарисованных грифелем чёрных, я в морские сражения вступал в рукопашный борд, к борту, и за добрую тысячу миль отправлялся с живым интересом, чтобы, встретив их штормы и штиль, по пути пройти Ахиллеса. Как театр, жив действием в лицах, где в развязке вся прелесть момента, так и мне довелось приключиться на одной из границ континента, где мы сонным теплом овевали, сопки хмурые в бухте холодной и дождём потом иссякали у истоков реки Чистоводной. И у этих каменных скал, окаймлённых кромкою моря, я не то, чтобы не страдал, я ещё и не ведал горя.